В преддверии столетнего юбилея в школе номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова проходят различные мероприятия. Одно из таких было организовано 8 ноября. Это была встреча с выпускником школы 1964 года, буйским композитором, заслуженным работником культуры Российской Федерации, почетным гражданином города Буя Алексеем Ванничевым. На встречу с легендарным человеком пришли учащиеся разного возраста. Рассказ о композиторе был интересен всем. Зал, где проходила встреча, был украшен фотографиями и афишами с концертов Алексея Ванничева. Много лет он руководил оркестром духовых инструментов «Салют» Дворца культуры Железнодорожников, играл в ретро-группе «Ностальгия». Поскольку Алексей Петрович является композитором-песенником, то и на встрече тоже звучали его песни в исполнении учеников школы, сына композитора Алексея Ванничева-младшего, солиста Дворца культуры Железнодорожников Сергея Морозова. В соавторстве с Алексеем Петровичем работали буйские поэты. Композитор писал песни на стихи местных авторов. Тексты к некоторым песням написала и супруга Алексея Ванничева-Светлана Павловна. Тема произведений близка и понятна каждому жителю города Буя. Это любовь к родному краю и его людям. Поэтому ванничевские песни так легко приживаются и исполняются. Первую песню Алексей Петрович написал в 1979 году на стихи Галины Туваковой. Она называется «Песня о моем городе». С Галиной Ивановной Алексей Петрович работал вместе в школе номер два. Она учителем французского языка, он учителем музыки, технологии и черчения. Музыка всегда привлекала Алексея Петровича. В детстве он закончил музыкальную школу по классу баяна. В школе с ребятами они организовали ансамбль. После окончания 13-й хотел поступать в музыкальное училище в Костроме. В Буе тогда училища не было. Но намерения свои изменил, уговорили друзья и поступил в технологический институт. После четвертого курса отслужил срочную на Северном флоте в поселке Полярный. После института учительствовал. Но о музыке не забывал никогда. В возрасте 30 лет поступил в Буйское музыкальное училище на отделение духовых инструментов. Стал преподавать музыку в детской музыкальной школе и одновременно с этим писать ее, сочинять мелодии и песни. По природе своей Алексей Петрович очень музыкальный человек. Ноты и звуки складываются в его голове и в сердце в целое произведение. Вдохновением для него служат история и природа родного города, воспетая буйскими голосами в стихотворениях. Это и прекрасная семья композитора, любимая жена и сын, которые всегда помогают ему в творчестве. Как творческий человек, Алексей Петрович в свои 70 лет, а именно столько ему исполнилось в юбилейный для города год, находится в постоянном поиске. Даже на один из вопросов школьников о любимой песне он ответил, что лучшая его песня еще не написана. Учащиеся спрашивали Алексея Петровича о его становлении как композитора, о начале творческого пути, об учителях, учивших его в их родной 13-й. Хором пели его песни. Школьники гордятся, что в их школе учился такой талантливый земляк. С удовольствием на уроках учат песни Ваничева, а их у композитора более сотни. На вековой юбилей школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова, который она будет отмечать 25 марта 2017 года, композитор готовит подарок. Им, скорее всего, станет новая песня посвящения родной тренажке. Я нисколько не покривлю душой, мы можем в полной мере сказать, наше 13-е гордится нашим выпускником. У меня кабинет, Алексей Петрович, на втором этаже, а подо мной кабинет музыки. И вот 17 лет, как я директор школы, я 17 лет с удовольствием слушаю те уроки музыки, на которых учительница Галина Александровна подольше, Галина Сергеевна чуть поменьше, с удовольствием разучивает ваши песни. Настолько поднимается настроение, какие бы проблемы ни возникали. Но как только в кабинете музыки поют песни про наш любимый город, все становится каким-то мелким и незначительным. Вот сегодня говорили про оркестр «Салют». Ровно 10 лет назад мы праздновали юбилей школы. И в вестибюле Дворца культуры «Жизнедорожников» наших многочисленных гостей встречал «Салют». Мы все с вами любим городские праздники. Самый любимый, наверное, все-таки День города. Лето, фейерверки, концерты. И я вообще не представляю, как бы День города без песни, на слова Алексея Петровича, исполняет Сергея Морозова. Легенда уже, да, Сережа? Легенда. Без песен, которые исполняют... Которые исполняют солисты Дворца культуры «Жизнедорожников». Вообще надо сказать, что городу Гую повезло. У нас есть свой композитор. Вот слово «свой» я вкладываю в всю любовь и уважение к вашему творчеству. Вам повезло с авторами. Ну а городу повезло с Алексеем Петровичем. Алексей Петрович, счастья вам, здоровья. И мы искренне верим, что лучшая песня еще не спела, не написана. Будем ждать. Очень хотелось, чтобы она была про нашу тринадцатую. Хочу сказать спасибо школе, в окно 13-е, за то, что дети поют мою песню. Вот, это уже, видимо, давно идет. Спасибо, ребята, вам. Вы у вас прекрасно, чисто поете. Так что, спасибо большое. И вам спасибо. Встреча с выпускником школы – доказательство того, что образовательное учреждение не забывает своих питомцев. Школа всегда открыта для них. А те выпускники, что добились в выбранном деле высот, это и гордость школы, и пример для будущих поколений. Стремление к достижению цели вознаграждается успехом и признанием. Подобные примеры дает детям родная школа, выпускающая из своих стен достойных граждан. Встреча в Наумовской школе завершилась гимном города Буя, написанным Алексеем Ваничевым. Спасибо! Спасибо!